Ну, написано же столовая вот здесь. Столовая. Вы прочитайте, вы в школе не учились или уже забыли? Именно из-за таких детей и их родителей активист Геннадий Долгополов организовал специальную столовую для голубей в Мизюлинской роще. Он высадил декоративную осоку рядом с детской площадкой еще весной. Однако незащищенным растением мешали пернаты. А люди добрые приходят и с детьми кормят голубей. Везде. Прямо здесь, прямо на перекрестке. Ну, где остановились, там ребеночку приятное надо сделать. Он крошечки покрошил. И голуби стоптали все мои посадки. Для защиты растений сначала появился заборчик и пластмассовые ящики. Когда не помогло ее это, пришлось организовать точку общепита за цветником. Меню без претензий. Зерно, крупа, хлеб и вода. Но голуби не жалуются. Они рады и таким подаркам судьбы. Голуби уже тут так зажрались, что можно к ним подойти вплотную. И покормить. А как дети еще любят делать? Сначала покормить, а потом распугать! Однако, как не распугивай, они сразу же вернутся обратно. Место настолько пригрето, что городские птицы облепили уже все деревья в ожидании корма. Так что ходить здесь лучше с зонтиком. Полюбилось место и родителям детей. Нам нравится, мы довольны. Детям очень интересно смотреть. Мы вот ходим с внучкой гулять. Показываем ей птичек, кормим их. Я считаю, что это замечательная идея. Это сближает детей с природой. Не стоит забывать, что голубь – это переносчик болезней, который в первую очередь опасен неокрепшему детскому иммунитету. Поэтому с рук лучше этих птиц не кормить. Данил Кузнецов, Дмитрий Денисов. День с толком.